То, что происходит в России, нигде в мире произойти не может. Под электросталью в лесу есть сумасшедший дом, очень хорошо устроенный, не думайте, что я знаю по опыту. И оттуда сбежал сумасшедший. Это лет пять история назад произошла. А есть такой научно-исследовательский институт в электростали, который изучает разновидности грибов. И вот ученый-профессор пошел в лес изучать трутовики. Трутовики растут на дереве. У него все обмундирование, кошки, он залез. Ну знаете, что такое кошки, это как на когтях. И с лупой смотрит на трутовик. В это время ОМОН ищет сумасшедшего в лесу. Слышь, ты кто? Он говорит, я профессор. Профессор, что делаешь? Грибы изучаю. Неделю провел в правильном месте. А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границей. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще при даче купить часы. Купили часы в лавке в японской. Такое обыкновенное, дешевое часы. Но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят. Пыль не попадает, пули непробиваемые. Под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют. Они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верил. Кто-то говорит, ну проверь, чего. Ну как, давай вскипятили. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кольцон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что-то. Японцам выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину. И говорит, посмотрите, что с нашими часами, может что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал их. Говорит, скажите, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят, сварили. На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить». Надпись на Крите в аквапарке на русском. Это не туалет, это будка сторожа. В бане в Магадане. Обмывочный пункт работает до 15 часов. Запрещается замачивать веники в тазу. В бане ведется видеонаблюдение. На дверях автомастерской. 19 апреля шиномонтаж не работает. Христос воскрес. Логика у России, конечно, женская. Это значит, что чувства впереди логики бегут. Мужик выбирает сковородку в гастрономии. Мужик, выбирающий сковородку, уже замечательная картина. Чего-то пальцем там колупает. Видимо, жена сказала, ты проверь. Если что-то колупнешь, не бери. Значит, он в чате. Подходит продавщица, говорит, вам какая сковородка нужна? Он говорит, чугунная. Вы женаты? Он говорит, да. Вам лучше алюминиевую взять. А эта женская логика, это мне в письме женщина писала. Вы знаете, вы правы. Логика у нас особая. Я полезла мыть окна, потом гляжу, а на мне рваные колготки. А у нас седьмой этаж. Думаю, упаду. Приедет скорая, а на мне рваные колготки. Слезла, переодела, вернулась. И спокойно домой на окна. Я же рассказывал историю про гирю. До сих пор она не может закончиться. Как мужики пытались гирей пробить люк. С третьего этажа бросали. А у них оказалась короче. Веревка, которую они привязали, канат привязали гирю к отоплению. И гиря влетела в окно первого этажа. Ну и они пришли, а там три пацана бледных сидят. Говорить не могут. Они спрашивают, тут гиря не пролетала. А посмотри, в холодильнике. Ну и что вы думаете? Казалось бы, рассказала. Нет, не та страна. Мне идут письма. Буквально каждый месяц я получаю письмо примерно такого содержания. Вы все врете. Гиря люк не пробивает с третьего этажа. Мы пробовали. Друзья наши пробовали. Некоторые пишут, пробивает, но с шестого этажа. То есть люди занялись. О, народу делать нечего. Но последнее письмо меня добило. Михаил Николаевич, мы провели расчеты. И сделали все правильно. Мы привязали правильным канатом гирю к отоплению. Мы измерили, чтобы гиря достала до канализационного люка. Бросили. Михаил Николаевич, имейте в виду, как будто мне это интересно. Гиря люк не пробила. Пробила батарея, которая вылетела по той же траектории. А мужик, который шел через двор, торопился к жене, ночью бежал, бежит, бежит. Решил по диагонали срезать путь. И вдруг пишет мне, мне так бум по башке кто-то. Я упал, думаю, надо сейчас встать, как дать в морду. Встал, мне бум по башке, я опять упал. Думаю, надо быстрее подняться. Быстро вскочил, ему еще с ними бум по башке. Турник детский. Если японцы попадают в Россию, открывают какое-то кафе и женятся на русских, они в Японию не возвращаются. Им не интересно. И вот японец, который женился на русской, уже пять лет живет в Хаварске, рассказывает мне историю, как у него выделился адреналин и больше такого у него не будет, наверное, никогда в жизни. Она его посадила на самолет и полетели они в город к ее родителям. И вдруг самолет падать начинает. Правый бок, левый падает. И люди уже кого-то тошнит, просят бумажные пакеты, кто-то звонит, прощается уже, земля приближается. Вещи болтаются, кто-то набил себе шишку, вдруг самолет неожиданно выравнивается, летит, начинает набирать высоту. Все так. Только в России. Высовывается из кабины довольная в рожа летчика. И говорит, ну как, пацаны, козлов на поляне видели? Нигде в мире этого не может быть. Мне это напоминает анекдот, как самолет летел-летел, потом раз перевернулся и снова полетел. Спрашивает, а что было? Да насморк у пилота, ему закапать нос надо было. А одна бабка все время звонила в скорую помощь. И она вызывала скорую помощь и поговорить с кем-нибудь хотелось. Ей больше ничего не интересовало. И она, ну приезжала в скорую помощь. Все врачи знали эту обязательную программу, что она будет жаловаться на семью, на родственников, на всех. И что пуповину ей в детстве неправильно перерезали. Ей такой фиктивный укол сделает и уезжает, она успокаивается. И вот поступил на работу в скорую помощь молодой врач. Ему надо было ехать завтра, а сегодня поехали бывалые. Когда молодой врач на следующее время приехал, бабка ему начала обязательную программу гнать. Он в первый раз это слышал, поверил. Говорит, бабка, надо укол делать, снимай трусы. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Когда она сняла трусы и спустила. Готовы? Точно. У него на ягодице приклеен пластырь, а на пластыре написано «Бабка в ряд». Все-таки мы уникальный народ. Ой, у нас в Крылацком напали на супермаркет бандиты ночью. Вот и зачем им это надо было? Ночью нет денег в супермаркет. Может, они поесть хотели. И началась вялая перестрелка в ночи. Такая пух и тишина. А уже все на балконах, уже все смотрят, будет Голливуд или нет. А пух и тишина. Все разошлись. А, скучно, не умеют наши. И спать. Через полчаса пух, опять все на балконе. Опять тишина. И так было раза три. Наконец, никто уже не выходит. Выстрели редкие, одинокие раздаются. К утру вдруг дуплет. Пух-пух. Пауза повисает над районом. Из недр дома напротив женский голос. Да убейте вы их, наконец. И в рупор главный ОМОНовец. Кому вы сейчас обращались? Ну и история, которую пока ничто перешибить не может. Это девчонка написала. Я очень люблю своего мужа и его боюсь. Такая чисто русская история. Боится, любит. Он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 дома. Обязательно. Вот. А мы с девочками напились, и я прозевала. Вернулась в 4 утра. Вот чисто русская история. И прозевал. В 4 утра. А у нас часы с кукушкой. Тоже то, что и на ум пришло, никому не придет в мире. Я решила сама прокуковать 12 раз. Поскольку муж спит чутко, я подошла поближе. Нормальная кукушка, монстр, вылезла. И дыша перегаром. Кукушка. Муж стерпела на утро и говорит, дорогая, по-моему, надо менять кукушку в часах. Почему, дорогой? Понимаешь? Я слышал, когда ты вчера пришла, кукушка сначала, сначала прокуковала 4 раза. Потом сказала, во блин. Прокуковала 2 раза. Поперхнулась. Высморкалась. Ну, монстры они. Кукукнула. Похихикала. Кукукнула. Наступила на кошку. Выматерилась. И докуковала 17 раз. Наш вечер подходит к концу, друзья. Если мы в новом году будем так смеяться, все будет замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok